Акция «Ночь на катке» прошла в парках Москвы. Для гостей подготовили анимационные шоу, номера профессиональных фигуристов, призы, подарки. А после хороводов и игр на льду началась стилизованная дискотека. Мой коллега Ваня Савинов там сейчас расскажет, что происходит. Финал сезона катаний на льду в Москве запомнился вот такими вот массовыми забегами жителей города и яркими, удивительными мастер-классами. Вот, например, в «Сокольниках» больше всего людям полюбилась такая игра, что это среднее между музыкальными стульчиками и биатлоном. Если подразобраться, действительно очень интересно за всем этим наблюдать. И самое интересное, что на лед-то многие сегодня под конец самой сезона вышли впервые. Может быть, за эту зиму кто-то, а кто-то вообще за 30 лет. Мы пообщались с этими смельчаками, которые на ночь глядя встали на коньки. Вот, что они рассказывают о своих эмоциях этим вечером. Мне очень нравится и очень здорово, что можно в марте прокатиться, закрыть сезон. И что до сих пор не убрали новогодние украшения и прямо еще продолжается ощущение праздника. Я 36 лет на коньках не стоял. 36 лет? Почему? И почему решились выйти сейчас? Начать никогда не поздно. Помнишь, есть тревожность, есть азарт, есть искушение. Сопровождала все это насыщенная интерактивная программа. Вот опять-таки в Сокольниках она была посвящена традициям народов русского севера. Аниматоры в костюмах Чупча рассказывали разные шаванские традиции. Проводили викторины на тему, дарили подарки тем, кто правильно отгадывал или побеждал в играх. Мы развлекаемся с нашими гостями на коньках. Танцуем шаманские танцы. Будем сделать конкурс еще. И позерцаем этот последний снег, скорее всего, в Москве. И радуемся.